Приветствую вас, друзья! Сегодня на обзоре будет планшет Teclast X98 Air, который, собственно, очень похож на iPad Air. Из главных фишек этого планшета. Во-первых, он очень похож на iPad Air, как я уже сказал. Второе, идёт поддержка двух операционных систем. Android 4.4 и Windows 8.1. Ну и также разрешение экрана, который составляет 2048 точек на 1536. Тоже интересный факт. Ссылка там, где я покупал планшет, будет в описании. Приступим к распаковке. Как видно, планшет поставляется вот в такой вот большой коробке. Очень большой, который даже не входит в кадр. Выполнено из пенопласта. Что мы видим внутри? Сам планшет. И зарядное устройство. На самом устройстве написано 2.5 Ампер. Мы это проверим. Итак, смотрим дальше. Переходник на наши резетки. В конечном итоге выглядит вот так. Кабель USB-Micro-USB. Кабель OTG. Кроме этого, присутствует множество инструкций. Все на китайском языке. Переходим к самому интересному, то есть планшету. Итак, как я говорил, дизайн очень похож на дизайн Apple. С задней стороны планшета находится камера на 5 Мп, пластмассовая вставка для антенн и полностью железная крышка. Внизу можно увидеть надпись Intel Inside и название модели. Также внизу находятся два динамика. Оба они настоящие, или один из них муляж, мы это проверим. Слева торца. Кнопка включения и выключения. Качелька громкости. И слот для карточки памяти MicroSD. Также находится в самой нижней части микрофон. С нижней стороны планшета находится HDMI. Вход для наушников 3.5. Также подходит для гарнитуры. И порт MicroUSB. Справа торца ничего нет. Так же, как и сверху. Спереди мы имеем только камеру на 2 Мп. Насчет железа планшета. Это процессор Intel Z3736F. Четырехъядерный с тактовой частотой 2.16. Графический чип Intel HD Graphics 7-го поколения. 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопитель. Также существует версия с 32 ГБ. Экран 9.7 дюймов с разрешением 2048х1536 пикселей. Батарея в планшете 8500 мАч. Габариты планшета 240 мм на 169 мм. Толщина 7.4 мм. Сразу при старте можно выбрать операционную систему. Если мы этого не делаем, включается автоматический Android. Присутствуют практически все языки, в том числе русский. Экран у планшета IPS, но, увы, не ОГС. То есть есть небольшая прослойка между стеклом и экраном. Play Market уже присутствует. Итак, друзья, протестировал зарядку планшета. И все оказалось верно, она выдает честные 2.5 А. Дальше проверим вес планшета. 511 грамм, чуть-чуть больше, чем производитель написал в описании. В тесте Antutu планшет набрал 33 870 баллов. Кто хочет, можно увидеть характеристики. Дальше проверим качество звука. Максимальная громкость. Могу сказать, планшет звучит неплохо. Даже присутствуют низкие частоты. Ну и, конечно же, экран. Все будет просто отлично. Что касается динамиков. Не могу точно сказать. Один большой динамик или два отдельных. Но звуки исходят довольно громкие и четкие. Запустим Epic Stadel. Итак, как мы видим, результат не самый хороший. Но все-таки не надо забывать, что у нас разрешение практически 2К. Посмотрим, как работает на планшете Asphalt 8. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Для полностью комфортной игры, думаю, будет этого недостаточно. Всё-таки присутствуют лаги. С другой стороны, для небольших игр, не слишком тяжёлых, этого вполне достаточно. Итак, следующая вещь, которую я хотел рассказать. Если вы зашли в одну операционную систему и хотите сменить на другую, нужно выключить планшет. И после этого включить его не просто кнопкой питания, а зажатием кнопки питания и громкости вверх. Зажимаем и ждём. Началась загрузка. Теперь у нас есть выбор между Android и Windows. Всё, теперь мы находимся в Windows 8. Как видно, производитель уже активировал копию Windows. Что касается камеры планшета, смотрите видеоролик в конце ролика, также будет несколько фотографий. В оригинальном качестве фотографии можно посмотреть на сайте, ссылка будет в описании. Что я могу сказать о планшете? Имеет отличную сборку. Задняя часть выполнена из металла, это уже плюс. Хороший звук, хороший экран. Неплохая батарея для такой толщины. Планшет чувствуется в руках тонкий, его приятно держать. Довольно мощное железо у этого планшета, но всё-таки для такого разрешения экрана его немного недостаточно. Но если же мы не будем использовать довольно тяжёлые игры и прочее другое, нам этого вполне хватит. Также ещё можно отметить, что между экраном и стеклом присутствует небольшая воздушная прослойка. То есть экран не ОГС. Но конечно же это очень тяжело заметить, и это не такой большой минус. Сам могу добавить, если же вы ищите планшет, который выглядит как iPad Air, именно продукция Apple, то это очень хороший вариант. Это был планшет Teclast X98 Air. Если вам понравился этот обзор, подпишитесь на канал. Также напомню, есть группа ВКонтакте, ссылку на неё я отставлю в описании. Заходите в неё, делитесь своими знаниями, задавайте вопросы, я всегда буду рад. На этом всё, благодарю вас за просмотр, до новых встреч. Тестирование видеокамеры планшета Teclast X98 Макросъёмка.